я вас приветствую друзья добрый вечер вам малятка любит хлопчики и девчатка ну же дякую что дает из не канал так ну поехали дальше значит сегодня мы будем заниматься синтезаторами и у нас есть два синтезатора которые звучат в первой части вот здесь вот у нас так давайте мы перейдем вот сюда вот и мы сейчас будем так сказать запихивать в микс очень плотная стена звука у нас получается как бы такая и надо с этим не те не то что справляться уметь манипулировать и это то что мы сейчас будем делать и поэтому где у нас так синтезаторы вот они у нас здесь знаете послушаем вот здесь вот в этом месте где они у нас прям явно звучат вдвоем и это два канала вот они первый синтезатор и второй судя по всему их настраивать все-таки придется отдельно поэтому давайте слушать сначала один так давайте тогда попробуем что-то сделать с эквализацией послушать хотя бы просто посмотрим что происходит и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, теперь переносим это все на конкретный канал. Я случайно прямо на шине все это сделал. Еще раз тогда слушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шикарно. Дальше поехали. Послушаем, что же делает второй синтезатор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, отлично. Мне все нравится. С синтезированными звуками очень легко работать. Все очень просто, без всяких... Так, теперь поехали посмотрим, что у нас тут клавишник играет соло у нас здесь. Послушаем его. Вот оно. Ну и давайте послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я думаю, что будет почти то же самое. Давайте просто скопируем сюда настройки предыдущих синтезаторов. И я думаю, это все сработает. Может быть, легкая коррекция на эквализации немножко нет. Сейчас посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потрясающе. Все очень здорово. Мне просто все понравилось. Все получилось очень быстро. Да? Поэтому, да, вот теперь мы можем послушать все это как бы, ну, не то что целиком, но частями. Потому что бог его знает, что там с авторскими правами. Я так и не выяснил, не смог выяснить. Могу я это демонстрировать публично, эту вещь или нет? Ну, по крайней мере, фрагментарно послушать мы ее сможем. Давайте с обступления начнем где-нибудь здесь. С самого начала, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень нравится, все хорошо. Так, дальше поехали. Что-то я хотел... А, я хотел, чтобы вначале, когда звучат гитары, попробовать вмешаться в композиционное, так сказать, мышление. Композиционное решение автора. И там, где гитары начинаются, барабаны пусть помолчат до того момента, пока бас не вступит. Посмотрим, где это. Поставим тут маркер. И вот, вот здесь бас вступает у нас, и вот, может быть, здесь тогда отрежем здесь барабаны до сих пор. Не то, что отрежем, я просто их разделю и за мьют. Такие вещи. Так, вот, отрезаем. И делаем мьют. Просто мьют. И послушаем с самого начала. Но начало у нас вот как бы здесь. Давайте здесь тоже маркер ставим, чтобы это у нас старт. Здесь напишем all in. Топ all in у нас будет не здесь. All in у нас будет вот здесь. Так, когда синтезатор вступает. Ага. Да? Ну-ка. Да, да, здесь. Поэтому, вот эти все вещи мы сдвигаем. Сейчас покажу как. Угу. Сдвигаем. Вот сюда. Вот это все. Ну, придется по отдельности. Хотя, я почему-то не понимаю. Ну, ладно. Ну, это тут и так не работает. Оверхеды тогда. Вот так сюда. Раз. И вот эти тоже. Ну, хотя... Ага. Отлично. Ну, а все остальное тут не работает. И давайте еще раз тогда послушаем, что у нас происходит, если мы с самого начала послушаем. А может быть... А. А. Продолжение следует... 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 вот но давайте со скрипками разбираться тут же со скрипками еще отдельный разговор поэтому давайте увеличим фрагмент в котором они собственно звучат вот он этот фрагмент и будем разбираться у нас тут их 2 в одном фрагменте они звучат только три скрипки во втором фрагменте к ним присоединяются еще и низко звучащий велончель до низко низкие ноты такие присоединяются вот и в общем то я думаю что этим мы займемся с вами в следующий раз поскольку синтезаторами синтезированными звуками работать легче тысячу раз легче чем с простыми органическими инструментами да то есть записанными через микрофон и сыгранными и звук из которых появляется физическим путем они синтетическим электронным да с такими инструментами работать с одной стороны интереснее другой стороны сложнее много всего нужно делать вот а синтезатор он уже как бы выдает тебе готовую форму волны из которую нужно только немножко может быть причесать по эквализации там я знаю немножко так это вот сатурации она не добавил немножко немножко эквализации все было очень просто ну что она сама по себе созданного так что она ложится в них уже хорошо поэтому ноги все отлично поэтому так господа еще раз хочу вас предупредить не предупредить я хочу попросить чтобы вы во-первых зашли по ссылке на мой сайт ознакомились с коммерческими вариантами сотрудничества со мной для того чтобы вот так вот получать свою музыку в таком виде так качественно она звучала вы во-первых сэкономите очень много времени на этом вот а во-вторых получите действительно хороший качественный звук чем вы можете убеждаться вот теперь из выпуска в выпуск умеете возможность убеждаться ну и предыдущих сериях всевозможных там где микшировал другие треки там где показывал как работает мастеринг на мастеринг примерах мастеринга все это тоже вы можете убедиться но здесь конкретно прям вот анатомия микса полностью разложена на полочке до анатомия микса вот и анатомия сведения скажем так вот и поэтому видите как это все работает это все интересно это все здорово это звучит качественно хорошо продумано и возможные техники используются и я буду продолжать серии подобных выделил видео где мы будем затрагивать другие жанры но мой любимый жанр это тяжелая музыка и в общем-то вся практически органическая музыка которая играется на живых инструментах извлекается физическим где звуки извлекаются физическим путем но за исключением там органов синтезаторов каких-то все же остальное ну или это если это сэмпл это они все равно были сыграны живыми людьми оркестровые сэмплы здесь вот это это оркестровые инструменты здесь в этой вещи они пытаются тоже же это сэмпл это на самом деле же но они же сыграны живыми людьми то есть изначально явные смычок струна канифоль и все это физическим образом извлекается звук а потом уже обрабатывает так вот все жанры которые связаны с органическим извлечением и извлеченным звуком это в общем-то мои любимые жанры вот электронную музыку я тоже умею делать потому что сами понимаете и делать на страны сложнее и сложнее придумывать и писать нас водить как раз не очень поэтому очень многие авторы электронной музыки сами занимаются сведением своей мозги потому что там особо морочиться и нужно нам кое-как где сайдчейн и там эквализация легкая для чтоб все сел уселось микс потом сатурация чуть-чуть и все и поехали с органическими миксами все гораздо гораздо интереснее происходит поэтому если вы пишете музыку вы записываетесь вы уже потратили время да и деньги на то чтобы записать свой мультитрек я сразу советую присылать его ко мне потому что вы тогда получите его в результате звучащим ну по фирме если вы при условии что там хорошая аранжировка главному все все сделано по уму да и вы действительно повратили очень много своей энергии и силу и таланта на то чтобы сделать хорошую аранжировку и хорошо это все сыграть и записать качественно то давайте вот это все сюда и мы все это сделаем будем доводить дома и все это будет звучать красиво естественно они вниз не буду из конкретно там допустим твоего проекта или вашего иди до альбома делать видео но это уже если захочешь смогу сделать но по крайней мере в любом случае ты получишь хороший звучащий альбом или трек или сингл или там несколько треков мало того самое основное что в конце всего твой звук проходит через аналоговую цепочку мастер которую я могу еще и частично используют для обработки шинк допустим те же барабаны я могу обработать и на аналоговом компрессоре потом просто записать сделать стенд и уже использовать его в общем микширование то есть это тоже можно я так делаю тоже но здесь мы делаем все in the mixing in the box а потом уже мы его проведем через мастеринг и ты видишь насколько это сразу получит глубину ширину плюс к тому что мы уже добились очень хорошего интересного звука мы еще применим сюда эффекты эквалайзер они глаза этот на реверберацию разных минутам но как минимум двух видов два вида делая до или один судя ну тут стена звука тут много дела и не разгонишься ну по крайней мере что-то сделаем интересное со звуком то есть создадим акустическую обстановку для этого не музыки акустическое окружение не к и это будет очень интересно и в конце концов все это потом пройдет через аналоговые приборы на мастеринге и ты увидишь насколько действительно это глубина которую мы якобы создали станет стоящей глубиной вот трехмерность не закрываешь глаза и прям видишь сцену перед собой это потрясающий эффект я его уже демонстрировал предыдущих видео на канале мышцы не поленишься найти там право видео про мастеринг посмотри особенно за последний год потому что именно в этом году я начал серьезно заниматься на на мастерингом на аналоговых приборах и в общем это действительно то на чем я делаю серьезный акцент поэтому опять же подписывайтесь на канал раздавайте мы это видео друзьям знакомым коллегам давайте так сказать развивать наше сперва сперва битны ству пошире ты лайкайте подписывайтесь то всем рок-н-ролл и мира вам на самом деле вот мира вот как мы у нас мы хотим чтобы тут всегда было тихо так и вам всем желаем мира просто мира ну победы и мира перемоги там и руган друзей на добра ночь вам девчатка люби хлопчики и девчатка а хлопья ну добра ночь мир вам